В сегодняшней программе я покажу, что когда иудеи восстали против римлян в 70-м году н.э., это в итоге привело к разрушению храма и к разделению между иудаизмом и христианством. Смотрите. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Иисус — это цель, о которой говорит еврейское Писание. Иисус пришел не для того, чтобы начать новую религию, а чтобы объединить иудеев и язычников в одно, в Мессии. Отец хочет, чтобы еврейский народ понял, что вера в Иисуса — это не что-то нееврейское. Напротив. Также Он хочет, чтобы церковь ценила еврейские корни своей веры. Поэтому смотрите нас сегодня. Божие благословения! Шалом! Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на важную программу «Узнавая еврейского Иисуса». В этой серии мы исследуем, как произошло разделение между иудаизмом и христианством. Вы знали, что первые верующие в Иисуса были иудеями? Они считали себя иудеями, и весь иудейский мир признавал их иудеями, хоть и между сектами внутри иудаизма было много враждебности. Сегодня мы живем во время, когда иудеи считают, что евреи, как я, уверовавшие в Иисуса, больше не евреи. Христиане часто не понимают еврейских или иудейских корней их веры в Иисуса. Но, возлюбленные, истинный контекст веры в Иисуса очень даже иудейский. Иисус сказал в последней главе книги Откровения, что Он — корень и потомок Давида. А в Евангелии от Матфея, 5 главе, 17 стих, это место я часто цитирую в этой серии. Он сказал, что пришел не для того, чтобы начать новую религию, отменить закон, но исполнить и наполнить их смыслом. Мы знаем, что Иисус родился иудеем, жил и умер иудеем. И, ходя по этой земле 2000 лет назад, он служил только еврейскому народу. Мы знаем, что христианство началось с иудаизма. Как же так вышло, что сегодня еврейский народ смотрит на христиан, как на тех, кто не имеет ничего общего с иудаизмом, а христианство не понимает иудейских корней своей веры. Мы исследуем, что привело к такому разделению на протяжении веков. Сегодня я не буду повторяться, а начну с того, на чем мы остановились на прошлой неделе. Свою прошлую программу я закончил на том, что одной из причин разделения между иудаизмом и движением тех, кто уверовал в Иисуса, царя иудейского, было то, что Евангелие достигло язычников. Понимаете, иудейский мир времен Иисуса, иудейские религиозные лидеры считали язычников нечистыми и не сообщались с ними. В прошлой программе мы читали 10 главу Книги Деяний, где говорится, что Петр видел видение, в котором Бог велел ему есть нечистых животных. Смысл этого видения был в том, чтобы Петр больше не считал язычников нечистыми, но теперь он должен поведать им Евангелие. Далее, в 15 главе Деяний, мы видим, что в церкви в Иерусалиме происходил огромный спор по этому вопросу. Они говорили, что нам теперь делать? Мы видим, что Бог принимает язычников, потому что Он крестит их Духом Святым. Мы не можем отрицать того, что на них сходят дары Духа. Что нам с ними делать? Заставить их сделать обрезание и стать иудеями? Они дискутировали о том, как поступить с язычниками, уверовавшими в Иисуса. И, наконец, после долгих споров, Иаков, стоящий во главе Иерусалимской церкви, брата Иисуса по матери, предложил не затруднять их, но написать им письмо. И вот в 19 стихе, 15 главы, он говорит следующие слова. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников». И это удивительно. Во времена Иисуса не ставилось под сомнение, что ты все еще иудей, даже если ты веришь в Иисуса. Это считалось само собой разумеющимся. Вопрос был как раз наоборот. Может ли язычник иметь отношение с Богом Израиля через Иисуса, не обрезав себя и не соблюдая закон? Вы видите, как все изменилось? Сегодня вопрос звучит так. «Является еврей все еще евреем, если он верит в Иисус?» Мне постоянно задают вопрос. «Как ты можешь, веруя в Иисуса, все еще называть себя евреем?» Я слышу этот вопрос как от евреев, так и от язычников. «Если ты веришь в Иисуса, то ты уже не еврей». «Но в мировоззрении времен Иисуса твоя вера в Него не отменяла тот факт, что ты иудей». Они задавались другим вопросом. «Должен ли язычник, кто не родился евреем, но уверовал бы Иисуса, начать следовать Торе и обрезываться?» Совсем другая парадигма. Итак, в 15 главе Иаков подводит черту под этим спором. Он говорит замечательные слова. Давайте вместе посмотрим на них. «Мы не станем требовать, чтобы язычники делали обрезание. Не станем заставлять их соблюдать Тору. Я лично верю, что мы уже не находимся под законом. Мы спасены по благодати». А вместо этого Иаков говорит. «Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови». Почему именно эти четыре сферы? Я считаю, что не запретив идоложертвенное мясо, удавленину, кровь и блуд, евреям было бы сложно иметь общение с язычниками. Поэтому Иаков поставил им ограничения. И вот что говорится в следующем стихе. Давайте вместе посмотрим. Итак, мы переходим от 19 стиха к следующему. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Я знаю, что рискую потерять некоторых из вас, сказав это, но я просто подытожу то, что мы прочитали. Одной из причин разделения между иудаизмом, а я говорю о традиционном иудаизме, является то, что те из иудеев, кто уверовал в Иисуса, начали принимать язычников в отношения с Богом. Не забывайте, что первые последователи Иисуса все были иудеями. Они понимали, что Бог принял язычников. Они начали проповедовать им Евангелие и общаться с ними. В иудейском обществе теперь встала серьезная проблема, потому что иудеи считали, что они не должны сообщаться с язычниками. Мы читали об этом в 10 главе Деяний. Иудеи, уверовавшие в Иисуса, общались с язычниками, а не уверовавшие не хотели иметь с такими иудеями ничего общего. Это привело к великому разделению между иудеями. К тому же, первая церковь стояла перед дилеммой. Материнская церковь в Иерусалиме, под руководством Иакова, брата Иисуса по матери, собралась, чтобы обсудить волнующий вопрос. Очевидно, что Бог принял язычников. Бог теперь имеет отношение не только к иудеям, но Он принял и язычников, уверовавших в Него. Но, будучи иудеями, мы знаем, что Бог дал нам Тору первые пять книг Библии, но теперь мы видим язычников, уверовавших в Иисуса. Следует ли нам требовать от них соблюдение законов Торы и обрезания? После многочисленных споров, это был непростой вопрос, Иаков говорит «Нет, мы просто напишем им, чтобы они удерживались от идола жертвенного, от удавленены, от крови и от блуда». И затем он продолжает «Ибо закон Моисеев читают каждую субботу в синагоге». Я лично верю, что этим Иаков хотел сказать, что язычники, вступившие в отношения с Богом Израиля, получат больше понимания о том, кто такой Бог Израиля, потому что Моисея, то есть откровение о Боге в Танахе, в Ветхом Завете, проповедуют каждую субботу в синагоге. Послушайте, многие язычники, уверовавшие в Иисуса, начали ходить по субботам в синагогу, чтобы больше узнать о Боге Израиля. Они начали возрастать в познании Бога, начали иметь больше понимания, кто такой Бог Израиля. Они ходили в синагогу в субботу не потому, что были под законом, но потому что хотели узнать больше об откровении Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Но вот что прервало этот процесс. В прошлой программе я сказал, что 66-го по 70-й год нашей эры иудеи восставали против римлян, потому что римляне держали их под контролем. В результате этого римляне вторглись в Иерусалим и разрушили храм. Еврейский народ ушел в рассеяние. Римляне настолько были разгневаны восстанием иудеев в 60-м и 70-м году, что они не только разрушили их храм, но также обложили их особым налогом. Он назывался «подать с иудеев». В качестве наказания за их мятеж римляне начали взыскивать с иудеев налог только за то, что они сами по себе иудеи. Как именно они их распознавали? Они решили, что будут облагать специальной податью всех, кто соблюдал субботу, и прочие иудейские традиции. Куда вы думаете, приходили римляне, чтобы найти иудеев? Конечно, они приходили в синагогу в субботу. Как мы говорили, язычники стали посещать синагогу, чтобы больше узнать о Боге Отце и Господе Иисусе Христе. И теперь налогом облагался каждый иудей просто за то, что он иудей. Римляне распознавали иудеев потому, что они имели какое-то отношение к иудаизму. Они искали их в синагогах по субботам. В итоге язычники перестали ходить в синагоги. Они не хотели, чтобы их считали иудеями и чтобы с них брали подати. В результате растущая церковь из язычников имела все меньше информации о Боге Израиле, о праздниках, Господнях, о том, как мыслит Бог Израиле. И теперь растущая церковь из язычников не имела информации и откровения обо всем том, что было написано Ветхим Заветем. Иисус пришел не для того, чтобы отменить закон, но чтобы его исполнить. Все, кто изучал Библию, становился большим в Царстве Божием. Вы помните, сам Иисус сказал в Евангелии от Матфея, «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей и новое, и старое». Иисус не желал, чтобы язычники лишились понимания иудейских корней своей веры. Он хотел, чтобы они твердо стояли в Слове, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но теперь, когда они уже не посещали синагоги, дабы избежать взыскания с них подати с иудеев, они имели ограниченную информацию об откровении, которое Бог дал до того, как пришел Иисус. В итоге, церковь становилась менее и менее еврейской или иудейской. И когда через пару веков иудеи смотрели на церковь, она уже совсем не выглядела еврейской, потому что церковь была отделена от своих иудейских корней. Я надеюсь, у вас начинает вырисовываться картина. В то время как язычники перестали посещать синагогу, чтобы узнать больше о Боге и о корнях их веры, иудеев, уверовавших в Иисуса, начали прогонять из синагог. Их проклинали и называли сектой. Мы говорили об этом в прошлой программе. Я знаю, вы слышите много деталей, и, возможно, эта программа самая сложная из всей серии, но я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Давайте продолжим. Мы говорим о том, как движение традиционного иудаизма и движение тех, кто последовал за Иисусом, царем иудейским, разделились между собой. Помните, в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 22 стихе, Иисус сказал, что спасение от иудеев. Как же движение тех, кто последовал за Иисусом, царем иудейским, отделилось от традиционного иудаизма? Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, называется восстанием Бар-Кохбе, которое произошло в 132 году н.э. иудейский полководец повел иудеев в очередном восстании против римлян. Иудеям явно не нравилось находиться под гнетом Рима. Несмотря на то, что римляне дали им свободу практиковать их религию, все же почти все было под контролем Рима. Иудеев сильно достало, что римляне контролируют их жизнь, и они устроили еще одно восстание. Первое восстание происходило в 70 году н.э., и теперь в 132 году поднялся еще один мятеж. Во главе его был иудейский полководец, которого называли Бар-Кохбе, что значит «сын света». Некоторые иудеи называли этого иудейского полководца, возглавившего мятеж против римлян, мессией. Среди участников восстания были и верующие в Иисуса, но когда люди начали называть Бар-Кохбу мессией, иудеи, верующие в Иисуса, удалились. Они сказали, наш мессия говорил, что он единственный мессия, и что вслед за ним придут лжемессии. Поэтому иудеи, верующие в мессию, больше не участвовали в этом восстании. Они удалились, после чего остальные иудеи посчитали их предателями, потому что те не поддержали их и не последовали за Бар-Кохбой в этом восстании. Это привело к еще большему отчуждению между традиционными иудеями и иудеями, уверовавшими в Иисуса. Не стоит забывать, что когда писался Новый Завет, иудаизм не был единым движением. Среди них были саддукеи, как мы знаем из Писания, фарисеи, также из исторических источников мы знаем про есеев. Последователи Иисуса называли назарянами. Все это были движения внутри иудаизма. Несмотря на то, что фарисеи отвергли иудеев, уверовавших в Иисуса, они все же считались иудеями. Но со временем эти движения стали настолько отдаляться друг от друга, и в итоге иудеи, уверовавшие в Иисуса, были изгнаны из Синагог. Их прокляли и перестали считать иудеями. Во время восстания 132 года иудеи, уверовавшие в Иисуса, отказались поддержать восстание Бар-Кохбе. Они не хотели следовать за лжемессией. И это еще больше разделило их с остальным иудейским сообществом и изолировало их. Это разделение усугубилось еще больше, когда на исторической арене появляется известный нам император Константин. Он правил всей Римской империей. Он увидел введение крест и должен был завоевать победы во имя Креста. Константин был антисемитом. Он объединил всю Римскую империю, провозгласив ее религией христианство, после того, как увидел введение крест. Он завоевывает земли во имя Креста. Он объединяет империю, провозглашает на ней христианство, но Константин при этом антисемит. Лучший способ описать христианство во время правления Константина — это назвать его антисемитским движением. Это еще больше разделяет иудаизм и христианство. Я расскажу об этом больше на следующей неделе. Я знаю, сегодня было много информации, но в следующей программе мы поговорим о том, что вам будет гораздо легче понять. Хотя я знаю, что и сегодня многие из вас усвоили то, о чем я говорил. В этой серии мы называем исторические и богословские причины, почему традиционный иудаизм отделился от движения уверовавших в Иисуса, и почему сегодня христиане не понимают, что христианство родилось из иудаизма, а евреи, в свою очередь, больше не считают евреями таких евреев, как я, кто уверовал в Иисуса. Я сегодня упомянул Тору. Я не под законом. Вы не под законом. Мы все под благодатью. Иисус наш Мессия и Спаситель. Я люблю вас. До следующей встречи. Я, Равин Шнайдер, говорю вам шалом. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы чувствуете это, потому что Бог любит вас. Он живой, и вы чувствуете Его Дух, который хочет привлечь вас к Нему. Бог Отец так сильно полюбил нас, что послал Иисуса в мир, чтобы привести нас к Себе. Иисус сказал, «Есть путь, истина и жизнь, и никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня». Отец любит вас. Он создал вас, и Он хочет привести вас в ваше предназначение, которое можно найти только в Нем. Если вы чувствуете, как Дух Святой подталкивает вас к тому, чтобы вы отдали свою жизнь Иисусу, то я прошу вас, не сопротивляйтесь Ему. Если Мои слова касаются вас, то опуститесь на колени. Это не обязательно, но так вы сделаете этот момент более памятным. И сейчас я прошу вас отдать свою жизнь Иисусу Христу. Просто скажите, «Отец Небесный, я верю, что Ты любишь Меня, и что Ты послала Иисуса умереть за Меня. Я принимаю решение прямо сейчас ответить на Твой призыв в Моей жизни во имя Иисуса. Иисус, прости Меня. Я верю, что Ты умер на кресте за Мои грехи. Войди в Мою жизнь и спаси Меня». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то с вами произошло нечто сверхъестественное, а именно, вы родились свыше. Воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. И если вы произнесли эту молитву, то вы приняли самое важное решение в своей жизни. Я люблю вас, но самое важное — Бог любит вас. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Равин, недавно я смотрела вашу программу о том, что нужно быть благодарным, находясь в пустыне. Я молилась с вами о том, чтобы быть благодарным посреди пустыни. Сразу после молитвы я исполнилась миром. Мпо из Южной Африки. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны! Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доблагословит вас Господь и сохранит вас. «Да озарит вас Господь светом лица Своего, и будет милостив к вам, да обратит Господь к вам лицо свое, и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за ним, то он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Дорогие друзья, на следующей неделе я расскажу вам историю того, как иудаизм и христианство отделились друг от друга еще во времена фарисеев. Не пропустите это. Субтитры создавал DimaTorzok